Друзья мои, к теме вопроса о лягушках, который вчера всплывал. Здесь вот стрелочки, конечно, видно хорошо, на некоторых лягушках этих стрелочек не видно, наши товарищи, люди тупят, не понимают, как понять, где тут вход, где тут выход. Понимать нужно одно, у любого нормального фильтра, ну, лягушки, вход по центру. То есть топливо заходит в трубочку, проходит фильтр по центру, внизу отстаивается фильтра, и потом через дырочки, которые по периметру фильтра, это топливо очищенное устремляется в отверстие, ну, и уже к топливному насосу. Вот, отсюда войскачем, когда у нас непонятности вот здесь возникают, то есть стрелочки там нету, непонятно, куда они ведут и так далее. Снизу смотрим, и здесь там становится все понятно. Еще хочу сказать, что есть такой подъебон, как китайские лягушки. Ну, сейчас, наверное, их уже и нету таких, но я в начале 2000-х, у меня был Чайзер Toyota дизельная, и я там подъебался. Купил подобную лягушку, здесь вот был этот такой лепесточек, да, и подводка, соответственно, шла у меня отсюда, на этот лепесточек. Типа лепесточек открылся, топливо, и топливо шло, получается, не через центральное отверстие поступало на фильтр, а через вот эти вот дырочки. И я еще, ну, тогда молодой дурной был, так удивлялся, фильтр откручиваю, а у него грязь, прям вот здесь вот. Ну, у меня соседи по гаражу там языками цокали, ой, фильтр такой дерьмовый, видать, нифига не держит. Оказывается, поступление топлива было просто неправильно, поэтому обращайте тоже на это внимание, китайская хуйня, она как бы еще не закончилась, видимо, еще может попадаться. Поэтому тут все просто, если нету вот этих вот стрелочек, не видим, просто переворачиваем и смотрим. Помню об одном простое правило, топливо поступает через фильтр, через центр, а через другую фигню оно уходит к насосу. Все. Спасибо. 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 Спасибо.